Варил овсянку, а молоко свернулось. Овсяные блины. Надеюсь, мы не отравимся. Один сотрудник меня не вправе отсюда выгнать. Она прям леденящая. Развестись. 300 рублей. Ребят, чё это? Блин. В общем, никуда вчера не переехал. Подумали мы с Мишаном. А чё, говорит, переезжать? Нормально стоишь на заправке. Кому ты тут мешаешься? Всё равно никому нет. Делал до тебя. Правильно? Мы же ничего тут не дебоширим, не ругаемся. Стоим и стоим. Вот машинка вот эта тоже со вчерашнего дня тут стоит со мной. А может, и с позавчерашнего. Работники, чё, они на смену пришли, отработали, ушли. По фене, чё ты тут делаешь? А там бы я стоял один, да, и боялся каждого шороха. Ну, как боялся, всё равно неприятно, да, стоишь один, не людей, ничего. Чего там, мало ли чё там кто подъехал. В общем, ситуация какова. Прибраться надо чуть-чуть. Да ладно, нормальный хат холостяка. И чё, я, кстати, смотрел восход-закат, восход-закат, ну, солнце, мне вот интересно было. И хоть мы с меленками и в одном часовом поясе, но у меня заход солнца на час позже. То есть, у меня заход солнца, по-моему, сегодня будет 5 минут шестого. А в Мельнках в 4 вечера, ну, чуть попозже. То есть, у меня день на час с лишним дольше. Восход у меня полвосьмого утра, а заход, ну, где-то 5 минут шестого вроде как. Но на югах же как, нет вот предрассветных и закатных часов. То есть, здесь вот темно-темно и резко начинает светать. Или там солнце зашло и резко стало темно. А вот более северные регионы, там солнце заходит, ещё там сумерки пока, то-сё. Или так же с восходом. Сначала у тебя начинаются предрассветные часы, а только потом солнце всходит. Здесь нет ночь, а потом сразу день. Ладно. 10 января. Хороший, погожий денёк. Плюс 16. Правда, немного паспурно. Сплю без печки. В машине где-то около 17-18 градусов. Юг. Конечно. Юг. Классно. Пойду погулять, морюшко посмотрю опять. Так и живём, ребята. В общем, ребят. Варил овсянку, а молоко свернулось. Выкидывать? Нет. Нет. В общем, мы сейчас делаем из этого блины. Ну, там овсянка, я не знаю, какие не получится. У нас два варианта. Либо мы сейчас просто это дело выливаем и всё, и теряем. Провизию ингредиента. Переводим продукты. Либо мы добавляем муки. Там, может, яйцо, не знаю. И пытаемся воскресить и улучшить. И не отравиться. Пробуем? Нет. Ну, чё, ребят, погнали. Попробуем. Ммм, с овсянкой. Овсяные блины. Плохо, что овсянка не даёт растекаться. Помогите заправиться на пятой колонке. Нормальные такие блинчики получаются. С мёдом съесться. Правильно. Такой завтрак будет у нас. Ну что, ребята, блиночки, 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 блиночки. Приятного аппетита всем. Надеюсь, мы не отравимся. Так, если что, почему нельзя? Почему нельзя? Потому что это не рассчитано для этого. Здесь рассчитано, да. Вот зашёл кафе, покушал, отдохнул, поехал дальше. Такого нету в ни в каких кодексах. Здесь ни один сотрудник меня не вправе отсюда выгнать. Она официально прямо зарегистрирована парковочным местом. Здесь не рассчитано на... Ну а кто... Ну а кто меня выгонит? Вот смотрите. Ну вот смотри, вот ты стоишь. Да. Человек подъехал. Ему зайти надо покушать. Машину поставить нету. Он разворачивается, уезжает. А-а-а. Да, вот здесь, вот здесь вот, да. Разворачивается, уезжает, начинает жалобу писать нахуй. Написал жалобу на управление нахуй. С управлением писать, начинает гибать. Вот это уже, да, я согласен. Вот, вот это правильный ответ. Всё, спасибо. Сегодня уезжаю. Ну вот видите, ребят, как получается. То есть, ну, что я и говорил, как подошёл сотрудник заправки и сказал, что здесь долго стоять нельзя. Ну, по факту можно упереться, искать. Я здесь буду стоять, я сломался. И вообще, ну а что такого? Здесь же нет, ну, таких-то знаков, что здесь стоять там неделю можно, или день, или два. То есть, ни один сотрудник дорожной патрульной службы меня отсюда не вправе выгнать. Никто вообще меня здесь не вправе не выгнать отсюда. Здесь официальная парковка. Есть знак, всё, я стою, я запарковался. А уж на какой период? Ну, это мои, как бы, дела и проблемы. Можно упереться. Вот он мне правильно объяснил, что, типа, ну, парковка быстро забивается, людям негде парковаться. Давай, давай, уезжай отсюда. Потому что они уезжают, жалобы пишут, мол, ну, неудобно, пятый, десятый. Ну, вообще парковка вон там пустая, смотрите, да? Вот здесь вот ещё два места есть. Никто здесь не встаёт. Встаёт там, набиваются и... Ничего страшного. Как бы, это проблемы не мои. Это проблемы, как бы, большой частной структуры Роснефть, что она не сделала огромную парковку, если у них клиентская база такая большая. Правильно? Правильно. То есть, если клиентура прёт, создавая инфраструктуру. Правильно? Правильно. Но... Зачем мы будем в контры вступать, да, сотрудниками? Чё там? Ну, просто переедем отсюда. И будем тусоваться в другом месте. Потом найдёшь, что колёса кто-то спустил. Ещё чего-то может случиться. Так что можно немного здесь подвинуться, так сказать. Так сказать, мои предположения были верны, что долго стоять на одном месте не получится. А сейчас, ребят, выходил, стоял другой сотрудник, курил там за городкой. Я говорю, слушай, а чё, нельзя, да, стоять-то здесь? Он такой, почему? Стой, сколько тебе влезет. Я говорю, ну, как бы вот такая ситуация. Ну, а скал просто, он такой вредный мужик у них, сотрудник, он дворник у них. И ты ему, походу, мешаешь убираться. Поэтому он тебя начинает выгонять. А так, нет, без проблем, стой. Люди всегда здесь составляют машину по несколькой еды, неделями, говорит. Здесь же, говорит, всё охраняется. Но вот такая вот ситуация. Ну, да, смысл мне уже там находиться. Я уже вчера хотел оттуда уехать. По сути, можно ему сказать, слушай, дружище, давай я тебе помогу просто прибраться здесь, и всё. Люди все остальные мусорят, а я тебе помогу прибраться. Но мы с вами переедем. Я иду опять к морю, посмотреть парковочку. Если что, сюда переедем. Смотрите. Чё, ребят, я переехал. Моё новое место. В 100 метрах от моря. Давайте посмотрим, прогонит ли нас тут или нет. Вообще никаких знаков нету, что должны кто-то прогнать. Потому что стройка только ведётся. Всем, наверное, всё равно. Асфальт новый, наверное, только положили в этом году. Парковка сюда, парковка сюда. Там неподалёку, где около парка, было ещё одно место для парковки. Для парковки. Но там тоже классно. Там прям с видом на море. Но там всё плотно застроено, и солнце не будет попадать. Ну, никаким боком. Здесь вот деревья будут мешаться. Ой, блядь, ногу не сломал. Можно подъехать немного даже подальше. Чтобы солнце проникало. Ну, посмотрим. Солнце как бы не ожидается все эти дни. Как будет, так и будет. Тепло. Блин, тепло. Плюс 16, наверное. Плюс 15, плюс 16. Вообще нормально так. Всё очень нравится. Зимуем. Зимуем, ребята. А здесь вот, ребят, река впадает в море. Не помню, как она называется, но смотрите, какая она прозрачная. Она прям леденящая. Градусник надо взять и померить, какая температура. Правильно? Ну, она ледяная. Морюша. Нападает. Камни как шелестят. Я вот думаю, ну, как бы было бы классно, если бы форелька здесь какая-нибудь водилась. Спиннинг покидать, да? А давайте попробуем солёная вот здесь вот вода или не солёная. Она не солёная. А знаете ещё в чём класс? В том, что здесь, походу, нет промышленности никакой. И можно набрать водички отсюда. Посуду мыть там, помыться. Правильно? Ну, а чё нет? Горная речка. Тем более нам, ну, сколько? Ну, метров пятьдесят таскать канистры. Ну, а нам надо принести две канистры. Или пяти литров комедажа. Круто. Пить мы её, конечно же, не будем. Но вот для технических целей использовать вполне возможно. Мне кажется, летом здесь можно даже, если она холоднее, чем море, в море тепло, можно сюда сбегать. Типа охладиться там. У-у-у. Если она холодная. Какой опасный парень. Девочку свою катать. Давайте посмотрим, может быть, он ещё что-то для нас исполнит. Нормально? Красавчик. ЧП Ладвиновская не скинешь? А? Не КЧП Ладвиновская снимаешь? Не, я не местный вообще. Нормально? Давай я тебя в телеграмму скину. А в отцам сможешь? Так, чё, ребят, я в поиске парковочного места ещё одного. Ну и так на прогулочку вышел. Смотрите, вот здесь вообще можно нормально подстать. На вся сила. Всем всё будет по барабану. Просто, смотрите, здесь бросает походу мёртвая машина. Это типа штрафстоянки что-то. Не знаю, заехать можно. А, должен быть шлагбаум, моего нет. Смотрите. здесь должен быть подбал, моего нет. Так, ребят, чё у нас тут? Улочка, все дела. Вот вроде лесенка есть, но она закрыта. Закрыта. стена. Поднимаешься, поднимаешься и в стену, короче. Как-то так, ребята. Интересно, есть какие-нибудь мои однофамильцы? Неа. Так, ребят, смотрите, нашёл скопленный большой газик 69-й. Первый стоит и второй 69-й газики. Ребят, увидел на асфальте надпись смотровая и стрелочки. И вот идём, ищем, где эта смотровая. фу. Вот. Как эти Mercedes называются? Не помните, ребят? Т1, по-моему. Тоже можно кемпер замутить, только они все гнилые. Ввиду того, что уже года взяли своё в общем, ребят, 100 рублей платишь и поднимаешься на смотровую. Такой нормальный ход. Везде указатели смотровая, 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 приходишь 100 рублей. о, можно посидеть. Эх, ещё выше можно. Тут построили вышку. нормуль, нормуль, нормуль. Мы приехали оттуда с вами, ребят. Поедем вон туда. люди вот может тоже хотят. вон ветер, наверное, да, ребят, давайте как-нибудь, не знаю. Вот, в общем, вон там пирс, только лесо обозрения, а мы живём вон, где там мост железнодорожный. прям слева от него. Мы на лобайчик нас смотрим. Привет, лобай. Поженимся, развестись. 300 рублей, оплатить игру. Блин, а пожениться сколько стоит? Тоже 300 рублей. Вот так вот за всё надо в жизни сейчас, ребята, платить. как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде всё в жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо.